Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает работу по внедрению системы раздельного сбора вторсырья в Заполярье. Очередной экологический проект связан с сортировкой пластика. Специальные сетки-накопители установлены в областном центре Оленигорске, Манчегорске, Лавозере и Полярных Зорях. Какой именно вид пластика можно сдавать на переработку? И когда в этом списке появятся апатиты и Кировск, узнала Юлия Астахова. Вот так выглядят сетки для самой распространенной в России упаковки из пластика. Бутылок PET с маркировкой 0,1 из-под воды, соков, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Объем бака 1 кубометр. В пяти городах области установят порядка 300 таких контейнеров. В рамках проведенных нами экспериментов мы убедились, что в настоящий момент для жителей области самым удобным способом привыкания к раздельному сбору является отделение пластиковых бутылок из-под напитков. Это так называемый базовый навык, который в дальнейшем позволит переходить к разделению других типов отходов. А вот у многих жителей Кировско-Апатитского района навык сортировки доведен до автоматизма. И за это спасибо экоактивистам, которые дважды в месяц спускают по нашим городам сбор мобиль или открывают стационарную экоточку. Приносить сюда можно макулатуру, стекло, металл, пластик. Всего более 20 позиций в торсырья. От зубных щеток до аудиокассет. Кстати, инициативу регионального оператора наши экоактивисты тоже оценили. Когда появятся контейнеры, этот весь пластик жители сами самостоятельно смогут туда сдавать. Плюс, опять же, у нас точка достаточно удаленно от некоторых районов города находится. А благодаря контейнерам рекоператора гораздо больше людей сможет поучаствовать в акции. Так что эту инициативу я поддерживаю двумя руками. Однако сетки-накопители в Апатитах и Кировске появятся не раньше следующего года. А пока Анастасия Калашникова разъясняет, чем отличаются виды пластика и как узнать ту самую единичку, которую будем в скором времени складировать отдельно в синие контейнеры. Вот это стандартная двойка. Чем она отличается особенно характерно? Видите, на дне у нее шов. Пятерка чаще всего – это, допустим, вот такой стаканчик из-под молочных творога. Так, вот смотрите, вот такие вот контейнеры из-под всяких мясных вещей. А вот эта единичка, видите, здесь именно точка. Вот это все единица. Вот это единица. То есть фишка заключается в чем? Она имеет форму в бутылке, и у нее всегда на дне точка. Прежде чем выбросить пластиковую бутылку, ее рекомендуется смять. Она займет меньше места, а сам контейнер вместит больше. Крышки можно собирать отдельно в рамках благотворительного проекта для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации. Ну а дальнейшая судьба пластика – досортировка и отправка в таких спрессованных кубах на переработку в другие регионы России.